Уникальная находка в Могилёвской области со дна небольшой реки Вихра сегодня подняли немецкую бронемашину, затонувшую почти 70 лет назад. По рассказам историков и местных жителей, самоходка оказалась в окружении нашей армии уже в первые дни войны. Вячеслав Комиссаров о будущем раритетам. Немецкая самоходка в Вихру попала еще летом 41-го. Федосию Петровичу Гулёву, уроженцу этих мест, тогда было всего 14. Он рассказал, что когда шли бои, бронемашина оказалась в ловушке советских солдат. При отступлении они подпилили деревянные опоры моста и самоходка упала в реку. Техника увязла в речном грунте почти на 70 лет. Была низкая местность и, видимо, влезла. Да, экипажа не было, ни битых, ни раненых. Вот это строжка, чтобы не перечековывать. Обматывайте раз пять на другую дерево, выбирайте хобину. И все, и получится, и тяните. Водяные помпы, лебедка и три дня кропотливого труда понадобилось поисково-реставрационной группе, чтобы отбить бронемашину от берега. За более чем полвека она основательно увязла в речном грунте. Штурм Гэшуцы – одно из лучших штурмовых самоходных орудий Второй мировой. На счету поисково-реставрационной группы – это 28-я боевая машина времен Великой Отечественной войны. И самое ценное. Песок речной сохранился. Коробка передачи включается. Все, рычаги, газ, все работает. Ну, двигатель поставим со временем. К сожалению, это оружие Третьего рейха не сохранилось в первоначальном виде. Еще в 1945-м местные механизаторы для ремонта своей сельхозтехники срезали башню и демонтировали двигатель бронемашины. Он подвергся частичному вскрытию, как говорится, но это не смертельно. Главное, что основная часть базовая сохранена, и потому у нас есть еще останки других машин, тех же, такой же серии. Я думаю, что это будет достойный экспонат. По словам экспертов, после восстановления штурм Гэшуца станет единственным действующим экземпляром в своей модификации на всем постсоветском пространстве. Полностью отреставрировать бронемашину планируют уже к июню следующего года. После почти 70-летнего нахождения на Мстиславской земле немецкая самоходка найдет свое последнее пристанище в историко-культурном комплексе линия Сталина. Вячеслав Комиссаров, Сергей Вишневский, телекомпания СТВ, Могилевская.